Говорите, Греция, которых совсем другая экономическая картина. И вот объединять это все тяжело, но тем не менее, Европейский банк пытается спасать собственную экономику. Но, опять же, мы говорим о том, что Европа находится в стадии стагнации, то есть экономика идет по пути пока сокращения, а это значит, что мы видим и удешевление единой европейской валюты. И поскольку абсолютно разные программы у центральных банков, то и доллар дорожает, а евро дешевеет. Дешевеет не только против доллара, но и против многих других валют. И это все действия центральных банков. Ну и, собственно говоря, это все оказывает влияние на рынок золота. Мы об этом тоже не можем не говорить, его тоже нужно рассматривать. Ну вот, Евгений, вы рассматриваете в своей работе золото, вот как-то инвестируете в него? Безусловно, да. Работаю на финансовом рынке и не могу отказаться от его классических инструментов. Другое дело, что для меня золото – самый консервативный инструмент. Сам я его использую крайне редко. Ведь основная масса моих средств находится в доверительном управлении на ПАМ-счетах. Но в текущей ситуации, мне кажется, очень перспективным и даже важным присмотреться к этому инструменту. Поэтому звоните по телефону, который видите на своих экранах, записывайтесь на семинары и узнавайте о возможности заработка на финансовых рынках. А в каких валютах вы предпочитаете как-то хранить свои сбережения? Я считаю, что хранить деньги даже в банке сегодня невыгодно. Деньги должны работать. И пример России нам это еще раз доказывает. Рубль подешевел против доллара США почти в два раза. Ни один банк, ни один депозит не компенсируют вам такие потери. А вот если ваши деньги работают на финансовых рынках, то такое движение принесет вам еще и хороший доход. Поэтому звоните по телефону, который видите на своих экранах, записывайтесь на семинары и узнавайте о возможности заработка на финансовых рынках. Вот мы рассмотрели, да, это и Европейский банк, и Центральный банк США, все-таки Россия. Вот Банк России, вот какие он сегодня проводит политики, что он предпринимает для какой-то стабилизации рубля? Дело в том, что Центральный банк России находится в достаточно тяжелой ситуации, потому что с одной стороны Россия, как любая страна, поставляющая природные ресурсы на рынке, терпит определенные убытки. Убытки за счет того, что снижается стоимость нефти, за счет того, что снижается стоимость металлических руд, металлов, да, и это все, в общем-то, товар, который поставляет на рынок России. Однако мы можем же провести параллели, и мы посмотреть можем на Канаду, которая тоже самое поставляет природные ресурсы на мировые рынки, мы можем посмотреть на Австралию, да, и мы увидим, что стоимость валют этих стран, собственно говоря, не сильно пострадала. Пострадала, конечно же, подешевела, да, вот, но не так сильно. Соответственно, ну, возможный вывод, который мы делаем, это что-то другое. И что-то другое – это санкции. Санкции, которые наложили западные страны на Россию, и которые привели к серьезному оттоку инвестиционного капитала из России, да, к серьезному сбрасыванию рубля на рынок. И вот с этим приходится бороться Центральному банку России. То есть, с одной стороны, Центральный банк пытается ограничить развитие инфляции в стране, да, удержать, вот, курс на определенном стабильном уровне, и за счет этого ему пришлось увеличить процентную ставку. Да, увеличили до 17% ключевую ставку в России. И это правильный шаг с точки зрения удержания инфляции, да. Но, с другой стороны, это шаг, может быть, тяжелый для экономики Российской Федерации, поэтому с большой долей вероятности мы говорим о том, что это недолгосрочная мера, что процентные ставки Российская Федерация, возможно, опять сократит, сократит вот уже в какое-то ближайшее время, возможно, это даже февраль, да, когда они снова будут возвращены, по крайней мере, на декабрьские уровни, да, для того, чтобы насытить какой-то дополнительной ликвидностью, для того, чтобы дать возможность и банкам, и экономике получать свободные денежные средства, с которыми это тяжело. Ну, в какие месяца разве хватит? Скорее всего, ну, вот такое экстремальное действие со стороны Центрального банка было предпринято для того, чтобы сбить панику на рынке, да, сбить панику на валютном рынке, удержать стоимость рубля, и дополнительно, может быть, привлечь инвесторов, потому что при прочих равных условиях инвесторы имеют возможность сравнивать, да, а рубль уже достаточно дешевая валюта и, может быть, имеет тенденцию вот к удорожанию, да, тут еще и процентная ставка высокая, то есть как средство хранения, это может стать, ну, определенным привлекательным моментом, да, но, безусловно, экономическая ситуация оказывает пока свое влияние. Вот, а как на наш рынок именно это оказывает влияние? Как на нашу валюту? Казахстан, да, как сказал мой коллега, является, в общем-то, составляющей структуры мировой экономики, и, опять же, Казахстан мы можем сравнить с такими странами не только как с Россией, да, но как с Канадой и как с Австралией, которые поставляют. Глядя на эти страны, мы видим определенную стабильность. Да, есть определенное удешевление национальных валют, и канадского доллара, и австралийского доллара, но оно не сильное, оно не критичное. Соответственно, эти экономики работают, работает и экономика Казахстана, да. Опять же, Казахстан никоим образом не подпадает ни под какие санкции, для него открыты рынки кредитования, и это все как бы дает нам определенную стабильность, уверенность в развитии. Может ли произойти изменение стоимости курса? Ну, с точки зрения экономики, да, это вполне возможно, да, но оно будет не такое глобальное какое-то, не серьезное, это будет плавное какое-то колебание, потому что Национальный банк устанавливает коридор, коридор устанавливается до определенных дат и значений, да, и в рамках этого коридора, вот, собственно говоря, могут происходить какие-то движения. Ну, на сегодняшний день тенге даже немножко подорожал, да, вот по отношению к тому же самому доллару по сравнению с прошлым годом. То есть это хорошая тенденция, это хорошие показатели. Но все-таки, чтобы какие-то делать выводы, да, анализировать различные события, которые влияют на финансовый рынок, с чего нужно начинать новичку? Мы приглашаем, всегда приглашаем людей к нам на семинары, потому что начинать нужно с получения знаний. Безусловно, если вы не знаете этого рынка, вы не понимаете на основании чего, по каким критериям происходят те или иные изменения, вы не можете адекватно работать и оценивать будущие события. Поэтому, пожалуйста, приходите к нам, записывайтесь на семинары, бесплатные вводные семинары, обучающие курсы. Все это вам поможет ориентироваться на финансовых рынках, поможет сохранить собственные сбережения. Поэтому, пожалуйста, звоните, узнавайте, мы с удовольствием вам расскажем. То есть, получается, ваша компания, да, помогает новичкам ориентироваться? Да, конечно. Но нужно понимать, мы никогда не даем торговых рекомендаций. Мы не скажем человеку, покупай сейчас или продавай. Это его выбор, его право. Но мы научим, как принимать решения, где смотреть новости. Мы можем предложить различные бонусные программы, которые могут увеличить торговый капитал, а как следствие увеличить и прибыль. О всех подробностях этой акции можно узнать по телефону, который вы видите на своих экранах. Звоните и зарабатывайте вместе с нами. Ну вот мы говорили как раз-таки о техническом анализе, да, и о фундаментальном анализе. А вот сколько может заработать, вот используя фундаментальный анализ? Используя фундаментальный анализ, в первую очередь, можно сохранить собственные средства, а уже потом задумываться об увеличении. Финансовые рынки дают возможность неограниченных доходов. История знает массу примеров, когда человек начинал с небольшой суммы и в итоге становился миллионером. Однако хочу напомнить, что фундаментальный анализ – это инструмент инвестора, а значит, приносит доход, который более растянут во времени. В целом все будет зависеть от суммы, которая находится у человека в распоряжении, и от тех условий, которые он выберет при торговле. Вот все-таки немного так подвести итоги, если наша сегодняшняя передача, то вот какие рынки будут наиболее актуальны, более активны, какие активы следует выбирать? В первую очередь, интересным, как всегда, будет оставаться валютный рынок, потому что там будут достаточно интересные, сильные движения и по доллару США, и против доллара США. И это все можно как бы использовать в свою сторону, неплохо на этом заработать. Будет, я думаю, интересен рынок металлов, в первую очередь рынок золота и серебра, потому что любые тяжелые моменты всегда привлекают инвесторов именно золото и серебро, потому что они дают неплохой рост. Поэтому к этим инструментам тоже, я думаю, нужно присматриваться. Тем более, если говорить о золоте, то текущая цена находится ниже себестоимости добычи этого металла. Поэтому с точки зрения инвестиционных действий, я думаю, правильно рассматривать этот инструмент и в данный момент покупать с перспективой, может быть, на год. Тем не менее, спекулятивно он тоже очень интересен, там формируются хорошие возможности, точки и для покупок, и для краткосрочных продаж. Ну и рынок акций, он в принципе интересен, но, возможно, интересен будет во второй половине года, когда произойдут определенные движения, когда произойдет коррекция на этом рынке, потому что, как многие, наверное, знают, рынок, скажем, американский фондовый рынок, он слишком перегрет, перекуплен, ему необходима определенная коррекция. Так вот, после такой коррекции рынок станет интересен, потому что там можно будет найти неплохие возможности для покупок, ну и заработать на этом тоже можно будет достаточно хорошо. В завершении нашей передачи я еще раз хочу поздравить наших телезрителей с наступившим Новым Годом. Хочу пожелать всем удачных инвестиций и сделать небольшой подарок. Всем желающим повысить свой уровень финансовой грамотности. Мы абсолютно бесплатно дарим полные курсы обучения у нас в офисе. Предложение ограничено, поэтому звоните по телефону, который видите на своих экранах, и записывайтесь на занятия. Напоминаю, что в студии у нас были Евгений Усанов, региональный директор компании «Фибогрупп», и Евгений Слесарев, инвестиционный консультант «Фибогрупп». Записывайтесь на бесплатные семинары и тренинги в компании «Фибогрупп». Управляйтесь своими деньгами самостоятельно. Всего доброго, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин